Мы уже не раз отмечали, что Вторая мировая война имела два позорных момента, которые погнали события в узкий коридор возможностей, уже не позволявших ситуации вывернуть в какую-то другую сторону. Это, конечно же, два мероприятия, в результате которых родились две примерно одинаковые по своей убойной силе бумаги. Одна была подписана в Мюнхене, и на ней остались автографы руководителей стран Германии – Гитлера, Италии – Муссолини, Великобритании – Чемберлена и Франции – Деладье. Эта бумага дала первый зеленый свет агрессии Гитлера, а в следующем году Москва приютила целую группу переговорщиков от Германии и Совка, в результате чего родилась вторая бумага с подписями Молотова и Риббентропа. Так был уничтожен последний предохранитель Большой войны. Теперь ситуация шла только и исключительно через море крови. Но были еще два события, которые сделали войну неизбежной. Вернее, это было преступное бездействие, которое продемонстрировали сначала Чехословакия, а потом и Франция, последовательно в 1938 и 1940 годах. Эти страны не дали боя Германии, хотя и одна и другая страна на момент вступления на их территорию германских войск имели примерно такую же по мощности армию. Причем по некоторым позициям противники Гитлера имели существенное преимущество. Например, Чехи безусловно опережали немцев по качеству и количеству бронетехники. Германия еще просто не успела раскрутить свою танкостроительную отрасль после долгого, вынужденного простоя. Франция же многократно превосходила Германию флотом и могла бы просто превратить в лунный пейзаж все ее побережье. Но эти страны приняли позор капитуляции, став донорами дальнейшей агрессии Гитлера. Так ведущая оружейная отрасль Чехословакии стала работать на Германию. То же самое случилось и во Франции. Богатый военный трофей Вермахт активно использовал как в Северной Африке, так и в последующей войне с Совком. Значительная часть автотранспорта и особенно грузового была с логотипами французских производителей. А кроме того, Вермахта приходовал все боеприпасы, амуницию и прочее. Кстати, вывез и золотой запас Франции. Если бы англичане не вывели из строя французский флот, он бы тоже перешел к Германии. Тем не менее, Чехословакия смогла записать в свой актив то, чем не может похвастаться Франция. Туда, особенно в Париж, наезжали самые высокие чины Германии, в том числе и Гитлер. Автор фотографировался ровно на том месте, в Тракадера, где стоял фюрер на фоне Эйфелевой башни. Кроме того, как мы недавно писали, в Люксембургском дворце, это совсем недалеко от пантеона юридического факультета Сорбонны, была резиденция французского командования Люфтваффе, где неоднократно подолгу останавливался шеф германских ВВС Герман Геринг. В общем, это не было какой-то особенной тайной, однако французское сопротивление даже не попыталось воспользоваться возможностью, чтобы отправить рейх маршала на аудиенцию с Клаузевицем и Мольтке. А вот чехам это удалось. Напомним, после аннексии Чехословакии, часть ее руководства и военных покинули родину и перебрались в Великобританию. В том числе туда отправился и бывший глава государства Бенеш. Именно среди этих людей был составлен план покушения на второго лица в СС, главу имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха. Это как раз он был шефом службы, в которой, по легенде, числился знаменитый киногерой, штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц. Гейдрих был воплощением того, что скрывалось под расхожей фразой «истинный ариец». Высокий, голубоглазый, прямой и чрезвычайно жесткий, он действительно не имел ни страха, ни жалости. Кроме всего прочего, он осуществлял покровительство протекторату Чехии и Моравии. Покровительство его заключалось в том, чтобы отладить там идеальный механизм очистки вновь захваченных территорий от так называемого «вредного элемента». Там был проведен пилотный проект, который должен был стать образцом для клонирования на новых территориях. В частности, были организованы турбосуды, которые почти мгновенно рассматривали любые дела, связанные с деятельностью, взглядами или даже мыслями, наносящими ущерб интересам и безопасности Рейха. Для этого были введены процедуры судов, когда никто уже не обременял себя излишними нормами права, а приговоры выносились только трех категорий. А. Смертная казнь. Неважно каким образом, но быстро и без церемоний. Б. Направление подсудимого на исправление в концентрационный лагерь, что означало смерть, но не такую быструю и еще большой вопрос, что было лучше. В. Оправдание. Надо заметить, что даже в пору лютых репрессий оправдательные приговоры все же были, а вот в Совке ничего подобного не встречалось. Даже после войны. Да что там, даже в независимой Украине процент оправдательных приговоров стремился к нулю. Хотя во всем мире он достаточно высок, от четверти и выше, в зависимости от конкретной страны. В общем, он часто и подолгу бывал в Праге не только и не столько для того, чтобы контролировать процесс чистки этой территории, а скорее для обобщения опыта, который вскоре надо было применять на захваченных территориях Испании и Англии. Да, были планы захвата Испании, поскольку генерал Франко забыл о помощи Германии и был слишком самостоятельным в своих решениях. В частности, он сам отверг планы захвата Гибралтара, но не дал этого сделать и немцам, чего ему так и не простили. Но вот из Англии в район Праги были выброшены двое командос – чешских офицеров, ушедших на острова после аннексии – Джозеф Габчик и Ян Кубис. Поначалу операция пошла наперекосяк, приземлились они вдали от планового места приземления, да и обстоятельства складывались против них. Тем не менее, благодаря поддержке местного населения, им таки удалось добраться до местного подполья, где в течение пяти месяцев готовилась ликвидация Гейдриха. Но сам Гейдрих настолько был уверен в том, что Чехи – стадо, а он как пастух должен делать с ним то, что считает нужным, и никто даже не пикнет в ответ, что он игнорировал рекомендации своих коллег о том, что его переезды по городу на автомобиле должен сопровождать наряд автоматчиков. Он отказался от эскорта, как и от идеи бронировать его автомобиль. Собственно говоря, самоуверенность его изгубила. Утром 27 мая 1942 года он сел в свой автомобиль Mercedes 320 Convétible, в котором кроме водителя никого больше не было. Поездка должна была быть короткой – до офиса его службы в Праге. Диверсанты знали маршрут движения, а еще они знали, что тянуть дальше нельзя, поскольку стало известно о предстоящем переезде Гейдриха из Праги в другую местность, где необходимы его острый глаз и твердая рука для наведения порядка. В 10.30, сбросив скорость у кольца, автомобиль Гейдриха поравнялся с габчиком. Тот откинул пол у своего пальто, достал автомат и уже было начал стрелять. Но автомат дал осечку. Гейдрих приказал водителю остановиться. Они достали свои пистолеты и решили взять стрелка живьем. Они настолько увлеклись этим порывом, что не заметили кубиса, который метнул им под ноги взрывное устройство. Оно сработало и сильно ранило Гейдриха в живот, оторванными элементами обшивки машины. Нападавшие ретировались, а по всей Чехословакии начались облавы. Нападавшие еще несколько человек прикрытия спрятались в склепе, где их и обнаружили. Местонахождение выдал один из сопровождения группы. Завязался бой, пять человек сопровождения были убиты, габчик и кубис приняли яд. Все погибли. В ответ СС прокатило по стране волну репрессий, самых масштабных за все время. Гейдрих получил осколки в живот, после чего у него начался перитонит, перешедший в сепсис. Несмотря на усилия врачей, 4 июня в 4.30 утра Гейдрих умер, а его похороны превратились в грандиозное шоу для всего Рейха. Но как бы там ни было, чехи смогли это сделать, а французы – нет. Тем не менее, французы в ООН имеют право вето, как страна-победитель Германии, а чехи – нет. Каждому свое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok